книга открытым оком том 18 тема вера вопрос 3191 когда при сталине арестовывали или ссылали архиереев то писали же им письма их посомы говорят что такие письма и сегодня есть можно ли по этим письмам определить духовный уровень тогдашних архиереев священник и мирян и чего же они ждали впереди и понимали ли за что такая яма уготована была всей русской церкви отвечает Игнатий Тихонович Лапкин писем таких как ни странно осталось немало и их публикуют ныне и по этим письмам абсолютно точно видно что ни миряне ни пастыри всех рангов не были возрожденными от слова Божия хотя и были глубоко верующими по традиции монашеской но они не трудились в чисто евангельском духе им нужны были соборы по-прежнему им нужно было единое и абсолютно чистенькое и правдивое руководство в лице митрополитов а еще бы лучше и святейшего патриарха вот что писали священники и миряне Иосифу Петроградскому кавычки открыты некоторые из лиц духовных поговаривают о заштате и переходе на светскую службу много верующих перестали посещать храмы и ушли к Григорианам где и сейчас вспоминают митрополита Петра не смущаясь известием о смерти его очень прошу вас владыка вашего ответа на следующие вопросы первое как почему по чину состоялось бы приглашение на будущий собор и его организация если бы к тому времени не оказалось ни одного законного преемника по завещанию второе как бы хотелось хотя в общих чертах ознакомиться с католическим правом передачи преемства в котором как я слышал обличал митрополита покойный владыка Григорий Яцковский третье зафиксирован ли был собором 17 18 годов наказ патриарху Тихону о завещании и других предусмотрительных мерах на возможные случаи и не является ли указ ноябрьский 1920 года номер 362 следствием этого четвертое будут ли в общении с митрополитом сергием восточной патриархи узнав об узурпации митрополита сергия и необходимо ли их ли их санкции вообще можно ли признать крещение младенцев совершаемое обновленцами и допускать или их к приобщению и не слово о проповеди евангелия ни у одного и нигде сравним с первоапостольским духом арестованного павла что он из тюрьмы пишет филиппийцам 1 14 и большая часть из братьев в господи ободрившись узами моими начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать слово божие деяния 11 19 между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после стефана прошли до финики и кипра и антиохии никому не проповедуя слова кроме иудеев деяния 17 13 но когда фессалоникийские иудеи узнали что и вереи проповедано павлом слово божие то пришли и туда возбуждая и возмущая народ 2 тимофея 4 2 проповедует слово настой во время и не вовре обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием согласно указаний павла быть может почти никого и не следовало канонизировать поминать ибо они не за проповедь сидели и о проповеди не писали из тюрьмы и не родили о проповеди в деле проповеди им и подражать нельзя было никак евреем 13 7 поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их окно передо мною в мир иной не тот что на столе и рядом вообрази что нет его передо мной когда на кухне дружески присядем не специально просто по привычке мы вглядываемся в окна обозревая мир метнется взгляд как будто что-то ищет и мысленно дополнит даль и ширь привычное прозрачное стекло предохраняет нас от непогоды пыль не проникнет держит и тепло на многое протертое нам годно два наших глаза окна как и разум потому реснички и слеза их очищает от любой заразы к ним прикоснуться запросто нельзя что в будущем о нас и о войне о том священное писание глаголит с тревогой заглядываем в щель какая уготована нам доля это все зримое расплывчато неясно как бы сквозь тусклое в окне стекло а большим любопытничать напрасно пока все видимое не уйдет на слом в конце великой библии есть книга апокалипсис то есть откровение предсказывает что сей мир постигнет как он ветшает гибнет и стареет в окно библейское нам выглядываться стоит да не застанет нас беда врасплох один восхитится хотя их будет двое беда кто к благовестию оглох протрем слезами совести стекло о том и спросим духа всесвятого зашторив окна совершим поклон тайн разумения дается только богом 30 июля 2006 год игнатий тихонович лапкин осанна осанна гряди во имя господне и с яростным хрипом в груди с огнем преисподней сверкающих гнойных глазах сдувая все жила на шее вопя все грознее коллега кидается в прах на колени пробившись сквозь шумный народ ощеревший рот щербатые в пене и руки раскинув смольбой о мщении о мщении опире кровавым для всех обойденных судьбой и все благой свете тихий вечерний ты грядешь посреди обманувшийся черни преклоняяя свой горестный взор ты вступаешь на кротком осляте враговые вата на позор на пропятие иван алексеевич бунин 29 июля 1922 год